Нельзя позволять точечную застройку, даже если ее допустит новый генеральный план Владивостока. О том, как выглядеть в столице Приморья, говорили активисты Народного фронта и губернатор края. Есть и другие проблемы, которые требуют немедленного решения. Тему продолжит Виктория Лабецкая. Друг напротив друга, чтобы одни спрашивали, другие отвечали. Губернатор как рефери посередине. Вопросы только острые и их много. А разговор такой откровенный и по существу раз в три месяца. Поэтому Владимир Миклушевский и попросил. Никаких докладов и долгих ответов быть не должно. Формат нашей встречи поменял, если вы поняли. Сейчас все будете здесь сидеть и отвечать. Я еще заодно буду слушать, как бы отвечать. Потому что я многие вещи-то знаю без всяких ваших подсказок. И совсем не так, как тут написано. И первый вопрос больше похож на зов о помощи. В Приморской столице пересматривают генеральный план. Меньше недели и его утвердят. Жителям и общественникам надо успеть, чтобы земли парков и скверов вошли в документ и получили статус рекреационных. Тогда ни у кого не будет права вероломно вырубить деревья и построить там очередной торговый центр. К сожалению, чиновники в городе Владивостоке этой работой заниматься не хотят. Из 19 тысяч гектар лесных земель города Владивостока, они учли лесоустройством только 800 гектар, расположенных на мысе песчаном. Все остальное они хотят вырубить. Губернатор услышал, директору профильного департамента поручил включиться в процесс и сесть за стол переговоров с коллегами из администрации Владивостока, чтобы ликвидировать непонимание по этому вопросу. И тут же вспомнил про одного предпринимателя, который как раз и хотел захватить парковую зону и возвести там супермаркет. Тогда отстояли землю. Пример показательный. Подобного не допустит. И дал совет. Продумать альтернативный проект. Пожалуйста, пусть используют как репутационную зону, пусть делают аттракционы, катание детских площадок. Ну, если площадки там денег не принесут, ну, бизнесмен все-таки пусть там аренду роликовых коньков делает, велосипедов, как у нас произойдет. Пожалуйста. Строительство пристроек конкодиспансеру простаивает. Если с корпусом, где будут размещаться палаты, все ясно, к концу года его введут в строй, то лечебный так и не запустили. Ни одна из компаний не выиграла тендер. При этом уже прошло два аукциона. Плохо то, что без дела уже три года стоит дорогостоящее радиологическое оборудование. И больные не могут получить медпомощь. Вопрос решили на месте. Представители власти исполнительные отреагировали таким образом, что в течение суток руководителю профильного департамента дано указание принять меры к третьему аукциону, к его проведению и непосредственно начать работу. И про мусор. Точнее, хаотичные свалки, которые есть почти в каждом населенном пункте края. Активисты специально проехались по районам. Грязные места занесли на карту и теперь с этим надо что-то делать. Федеральный законодатель схему предложил, мол, в каждом регионе нужно определить регионального оператора, который и будет разруливать мусорную проблему. Но не прописал механизмы работы. В частности, кто должен финансировать такого оператора. Поэтому Владимир Миклушевский попросил с этим вопросом повременить или доработать свою, краевую схему. А вот со свалками в районах это вплоть до снятия с должности главы населенного пункта. Их обязанность. Состояние территории и наличие несанкционированных свалок – это муниципалитет. Я просто хочу вас нацелить, чтобы вы свои муниципальные представители нацелили. За ней никто ничего убирать не будет. Никакой региональный оператор. Два часа без паузы. Вопросы, ответы. Под итог встречи просьба наладить водопроводную систему на острове Русский и создать отдельное ведомство по работе с семьей. Виктория Лобецкая, Екатерина Таланова, Панорама. Продолжение следует.